Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор банкнот, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. И прежде чем перейти к банкнотам, хочу сделать ставший уже традиционным отступление и сказать, что в связи с непонятной ситуацией, которая сейчас происходит с ютубом, я публикую свои видео также на Дзене. Так что кому интересно, подписывайтесь, смотрите, буду очень рад. Ну а теперь перейдем к банкнотам. Также хочу сказать, что все банкноты, представленные в данном видео, были приобретены мной на мешке. Стоимость банкнот я озвучиваю без учета стоимости доставки. Ну а начнем данное видео с такой вот аргентинской банкноты, достоинством в 5 PESO 2014-2015 годов выпуска, приобретенной мной за 75 рублей. Хочу напомнить, что Аргентинская республика это второе по площади государство Южной Америки, крупнейшая по площади испаноязычная страна в мире. Столицей Аргентины является город Буэнос-Айрес, денежные единицы – аргентинская PESO. На лицевой стороне банкнота расположен портрет Хосе де Сан-Мартино, одного из руководителей борьбы за освобождение испанских колоний в Южной Америке, национального героя Аргентины, главы первого правительства Перу. Также на лицевой стороне банкнота расположен фрагмент картины чилийского художника Педро Суберкассо, так называемые объятия в Майпу, встреча революционных генералов О'Хиггинса и Сан-Мартино на поле сражения при Майпу 5 апреля 1818 года. На оборотной стороне банкноты изображен монумент, посвященный армии Ант, воинскому подразделению, которое было сформировано и возглавлено Хосе де Сан-Мартином. Расположен данный монумент в городе Мендоса в западной части Аргентины на так называемом Кургане Славы. Далее. Памятная банкнота Гватемалы достоинством Вадим Кицаль 2024 года выпуска, посвященная столетию обращения, собственно, к Кицале. 80 рублей мне обошлась данная банкнота. Республика Гватемала это испаноязычное государство в Центральной Америке. Столицей Гватемалы является город Гватемала. Денежной единицей Кицаль. На лицевой стороне, в правой части, на фоне Древней Пирамиды, расположен портрет 10-го президента Гватемалы Хосе Марии Орельяны. Именно во время его президентства и был введен Кицаль, заменивший гватемальское Песо. В левой части банкноты изображена национальная птица Гватемалы, гватемальский Квизал или Кицаль, в честь которой, собственно, и была названа данная денежная единица. Ну, а на оборотной стороне расположено изображение здания Банка Гватемалы. Далее. Банкнота Гондураса достоинством в 5 лимбир 2012 года выпуска. Данная банкнота обошлась мне в 100 рублей. Республика Гондураса – это также испаноязычное государство в Центральной Америке, столицей которого является город Тегусигальпа, а денежные – единицы Лимпира. На лицевой стороне банкноты в левой части расположено изображение государственного герба Гондураса. В правой – портрет центральноамериканского государственного и военного деятеля Хосе Франсиско Марасано, бывшего в разные годы президентом Гондураса, Сальвадора и Коста-Рики. На оборотной стороне изображена сцена так называемой битвы при Латринидаде, произошедшей 11 ноября 1827 года. В данной битве армия под командованием Марасано разгромила армию Федеративной Республики Центральной Америки. Ну и наконец, банкнота Перу достоинством в 5000 Инти 1988 года выпуска. В 95 рублей обошлась мне данная банкнота. Хочу напомнить, что Республика Перу – это третья по площади государства Южной Америки. Столицей Перу является город Лима, денежные единицы – перуанский соль. Инти являлся перуанской валютой с 1985 по 1991 годы. В центральной части лицевой стороны банкнота расположено изображение государственного герба Перу. В правый – портрет перуанского адмирала Мигеля Грау, героя так называемой Второй Тихоокеанской войны. Ну а на оборотной стороне изображены рыбаки, проверяющие сети, а также рыболовецкие лодки. Вот такие вот банкноты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли видео для вас интересным вообще. Ну а я всем желаю удачи в пополнении коллекции. Собственную коллекцию я также буду пополнять по мере сил, возможностей и наличия свободного времени. Ну и по традиции, до новых встреч!